Встреча с Докладом 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 в день. Мы тогда заблокировали весь международный трафик, сказали нашим коллегам из-за границы, не надо нам присылать посылки, мы не справляемся. 30 тысяч посылок. Сегодня в этот конкретный день клиенты Почты России получают 1 300 000 посылок. В пике декабря этого года это будет 3,5 миллиона в день. Как это можно сделать? Для того, чтобы понять, как это можно сделать, нужно немножко восстановиться. Я задумывался буквально на секунду, что нужно сделать на почте, вообще что происходит. В IT, потому что не было какое-то время непосредственно гуще событий, сижу и думаю. Дочка подходит и говорит, папа, о чем ты думаешь? Я говорю, вот есть машинка, которая должна быстро поехать. О чем ты думаешь? Ты вспомни, молния Маквин, он сидит перед стартом, перед выездом на трассу, мультики, тачки, сидит и думает про скорость. Скорость, 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 скорость. Как ее достичь? Я пошел смотреть, что же творят другие компании на рынке, чтобы эту скорость достичь. Они используют всего лишь навсего IT для этого. Первый вызов, который существует у компаний, это скорость. Это время выхода на рынок с любым продуктом, будь то B2C, B2B, G2C, любой продукт, который мы сейчас выводим на рынок, должен быть выпущен быстро и качественно. Эволюция жизненного циркла компаний колоссально ускоряется. Любая компания, которая сейчас попадает в топ 500, любого рейтинга, она оттуда вылетит моментально, если она не умеет быстро изменяться и быстро внедрять новые продукты. Если в начале нашего предыдущего века, компания, если попала в топ 500, все, в ближайшие 100 лет со своими технологиями она будет в этом топ 500 находиться. Сейчас, вот сейчас, в 18 лет в среднем находится компания в топ 500. Посмотрите на компании с левой стороны и компании с правой стороны. Что их отличает? Да, и все еще те самые мощные компании. И Oracle выступал, и IBM мощные ребята. Но те компании, которые развиваются в десятки раз быстрее с точки зрения захвата рынка и бизнеса, они используют другие технологии, которые гораздо быстрее. В 2027 году 75% компаний Fortune 500 будут заменены другими компаниями. И если мы не научимся быстро делать, то наши с вами компании тоже вылетят оттуда. Смотрите, насколько с 2002 года поменялась среда этих компаний и что их объединяет и что их делает быстрее. Почему они нравятся клиенту? Мы должны знать, что мы делаем, мы должны набирать информацию, мы должны использовать те знания, которые необходимы бизнесу для запуска новых продуктов и сервисов. Если посмотреть на хайп, график, на что сейчас фокусируются основные технологии и где они развиваются, это все вещи уже сегодня упоминались. Это и машин-грейнг, это быстрое излечение знаний из больших объемов данных, это интернет вещей, это продвинутые аналитики. Компьютер уже думает гораздо быстрее, чем человек. Когда Гарри Каспаров еще проиграл в шахматы, это была печальная история, но шахмат не самая тяжелая игра для компьютера. Вот когда чемпион мира в год проиграл программе от Google, вот тогда у китайцев была трагедия. И действительно уже любой компьютер правильно, с правильной информацией, правильной знанием быстрее и лучше думает, чем мы с вами. Если мы не используем эти мощности для того, чтобы понимать, что происходит в мире, что творится с клиентами, что нужно поменять в нашем бизнес-процессе, мы не успеем за рынком. Поэтому сейчас современные организации, все используют, все, из Фочин 500 используют, как мы называем, Data-Dream Management, это управление, базирующее на данных. Уже давно не принимаются решения на линейном уровне, зависящие от мнения человека. Для меня самый красивый пример был компания, единственная компания, кстати, в России, которая вошла в 150 инновационных компаний мира, Magnit. Если вы придете и посмотрите, как работают люди в магазине, как работает начальник магазина, у него есть специальный планшет, к которому приходят сигналы. Сейчас тебе придет машина, которая автоматически сток тебе поменяет на базе расчетов компьютерных. Сейчас тебе нужно вывести трех операторов на кассы, потому что сейчас у тебя поток усилится. Ну и когда новый магазин открывается, пожалуйста, расставь полочки. Вот таким образом на эти полочки поставь товары. Таким образом. И все это делается автоматически. И люди, которые работают в этой среде, счастливы. Кстати, уровень счастья тоже рассчитывается автоматически. И текучка там у них не очень большая. Для того, чтобы работать с этими объемами данных, нужно иметь соответствующие технологии. Ну и технология, бигдата, это не количество столбцов и строчек в экселевской таблице, это технология извлечения знаний из больших объемов данных. И посмотрите, объемы, которые лидеры индустрии собирают. Один миллион клиентских транзакций в час собирает Walmart, который, кстати, из-за бигдата в среднем на 15% увеличивает свои продажи. Это 2,5 петабайта в час. Google один петабайт в час собирает данные. Facebook те же объемы данных собирает. И есть ли у нас с вами технологии, у нас, в наших организациях, которые нам позволяют это делать. Почта пока научилась собирать 1 петабайт данных в год. Но зато мы уже немножко знаем о своих клиентах. Ну и поднимите, пожалуйста, руку, кто, например, знает, что такое гардиентный бустинг. Так, уже неплохо. Я задал такой вопрос год назад в общении. Вообще в большой аудитории, это было в центре нашей IT-индустрии, в Казани, в Наполисе никто не сказал, что это такое. Вот это алгоритмы машинного обучения, которые сейчас применяются с современными компаниями для того, чтобы компьютер перенимал знания из систем, от человека, с любой той информацией, которая доступна вообще. Даже элементарная регрессия дает нам возможность посчитать value клиента, процент вероятности, почему он может уйти от нас, с какой вероятностью он может уйти, например, какую кредитную лимит ему можно поставить. Это элементарнейшие инструменты. А вот эти все другие алгоритмы, они гораздо более комплексные и тяжелые. И если мы их не применяем, значит, у нас отличные возможности для продвижения. Технологии, машины, компьютеры. Вот без людей мы не сделаем ничего. Когда я пришел на почту, к слову сказать, средний возраст был тогда на почте 53 года. Средний возраст всех 350 тысяч сотрудников. И средний возраст айтишников был 45 плюс в Москве, которые работали там вот айти технологиями. Я порадовался, что все технологии, которые мы использовали, это те технологии, которые я еще в университете изучал. А это было далекие 90-е годы. Думал, о как хорошо, можно все изучить. Шутка, конечно. Люди, которые нам нужны, это люди, которые могут разговаривать с бизнесом на одном языке. Любой новый продукт, который ты запускаешь, что ты не запустишь, если ты с бизнесом не разговариваешь на одних и тех же понятиях. Сейчас современные продукты – это уже не конкретные нишевые решения в той или иной функциональной ниши, как раньше мы там ERP запускали, по полочкам все разложили, и все было понятно. Сейчас нужно очень серьезное кросс-функциональное взаимодействие. И поэтому ты, как айтишник, должен еще знать не только этот бизнес и этот бизнес, а еще уметь вместе их соединить и запустить в будущее. Конечно, цифровизация. Они уже говорили, это цифровые продукты, это цифровые роботы, и ты должен знать эти технологии. Это инженерия и бизнес-процесс. Тоже упоминалось. Lean, Kaizen, много других инструментов. Все внутренние процессы, которые ты меняешь, а без трансформации ты быстро не можешь новые продукты запускать, ты должен знать эти технологии и рассказывать, показывать бизнесу, как это делать. Ну и, конечно, гибкое производство уже стало аксиомой, что без agile не полетишь. Но самое смешное, что тебе нужно еще тащить и старые системы, которые в Waterfall были сделаны, и машинка, у которой одно колесо быстро крутится, а другое не очень быстро крутится, едет почему-то со скоростью медленно крутящихся колеса. Поэтому ты должен еще уметь совмещать продуктовый подход, agile подход и проектный подход, вуторфольный подход. Ну и уметь извлекать знания и обучать своих клиентов внутренних и внешних, как эти знания используют. По большому счету быть евангелистом. Евангелистом знаний, евангелистом инженерии знаний, и тогда у вас что-нибудь получится. Почта России. Ну кроме тонн посылок на три года назад, тонн посылок в аэропортах находящихся, это, например, процент посылок, которые почта контролировала посылочного бизнеса в Москве и Питере. Аж целых 4%. Молодцы, монополисты. Или количество знаний о клиенте, которые мы собирали централизованно. Проводили тогда 2 миллиарда транзакций с клиентами, в принципе, в оффлайне, неплохие знания должны были быть. Ноль бит мы собирали в центре. Ну и в среднем закрытие финансового периода 100 дней. Нормальная такая ERP-система, правда, базирующаяся на 17 бухгалтерских учетных систем, которая за 100 дней позволяет тебе узнать, какой у тебя финансовый результат был 100 дней назад. Сейчас это 350 тысяч сотрудников, 42 тысячи отделений, здесь ничего не меняется. Мы увеличили поток клиентский в 3 раза. В день к нам приходит 6,5 миллионов клиентов. И в Москве, кстати, мы в этом году фокусно отрабатывали почту без очереди. Мы сильно сократили очереди, поставив видеофиксацию в очереди, автоматически считая, сколько людей в очереди, поменяв принципиальный бизнес-процесс и поменяв фронтальную систему, которая раньше при среднем, их всего было 15 систем, которые бедный оператор с невысшим образованием должен был использовать для обслуживания клиентов. У нас уходило 11 минут на обслуживание клиентов. Сейчас среднее время еще не оптимально. Мы еще 3,5 минуты базовые транзакции делали. Но уже новый процесс нам позволяет за 3 секунды выдавать посылку в отделение будущего. Их в Москве уже немножко есть. Больше миллионов в день посылок мы выдаем. Миллион 300 уже на сегодняшний день. И все еще работаем с письмами. Мы оцифровали сервисы. И создав команду, которая в поколении игрок. Я уже, к сожалению, не в том поколении. Уже мой сын там работает. И команда, которая сейчас у нас создает цифровые сервисы, это возраст 30 минус. То есть ребята, которые реально в другой ментальности живут и работают. И надо уметь делать их жизнь интересной, чтобы они тебе выдавали интересные результаты. Мы с полутора летнего цикла создания нового продукта, выводы его на сеть, в те самые 42 тысячи отделений. Пока еще туда данные дойдут. Пока системы дойдут, проходило полтора года. Сейчас у нас средний цикл запуска такого продукта 4 месяца. Когда Алибаба сказал нам, вы не сможете запустить этот продукт за 4 месяца, и мы с вами не будем работать, мы сцепили зубы и запустили новый продукт для Алибабы, который за 3 месяца, к слову сказать, и поменяли все бизнес-процессы внутри почты, что позволяет нам сегодня подписывать с почтой Китая и с Алибабой соглашение о том, что все посылки мы переводим, например, в абсолютно другой формат, так называемых регистрируемых посылок. Причем стоимость для клиента от этого не изменяется. Для нас гораздо лучший мониторинг и для клиента гораздо лучшее качество мониторинга посылок. Создали мобильное приложение, но больше гордимся сайтом почта.ру. Сегодня на сайт войдет больше миллиона уникальных посетителей. Всего за месяц уже 20 миллионов уникальных посетителей входит на сайт. Если учесть, что у нас порядка 97 миллионов всего имеет доступ к интернету, неплохо иметь каждого пятого клиента у тебя на сайте. Надо еще уметь его монетизировать, конечно. Поэтому мы стали создавать цифровые сервисы. Всего мы их создали пока 12 больших сервисов. Тут примеры приведены. Это подписное агентство онлайн, когда мы всех посредников выкинули и сделали простую, она не простая, конечно, но для клиента простая система с точки зрения взаимодействия с ним. Подписали тысячу агентств, более тысячи агентств, и, например, заменили предприятие численностью больше тысячи человек простыми цифровыми роботами, которые сейчас работают с клиентами в этой области. Или запуск сервиса электронное заказное письмо. Конечно, бумага умрет. Конечно, письмами никто не пользуется. Осталось только государство и большие бизнесы, которые нам шлют письма. И это все уйдет в никуда. И мы хотим возглавить это движение, перевод этой бумаги в цифру. Мы запустили сервис электронное заказное письмо. Любой из вас может подписаться на этот сервис и получать всю информацию от государства, от других органов, от ГАИ, может, от налоговой, кому интересно, может, от приставов. Это все в электрон-ВИИ. Не важно, где вы живете, любая информация, которую вы получите, будет юридически значимой. Также и вы можете как бизнес отсылать своим клиентам юридически значимые электронные письма. И стоит это на пару порядков дешевле в себе стоимости. Ну и вариант сервисов для бизнесов, например, чтобы раньше большому клиенту нам отдать посылки, он должен был на 17 палет, по 17 типам эти посылочки разложить по разным типам. И на каждую палетку нам дискеточку информации, как что там находится. Естественно, мы эту информацию тут же теряли, потому что мы ее переписывали на бумагу и отправляли вместе с бумагой дальше своим клиентам. Сейчас это не происходит. Сейчас мы в электрон-ВИИ это все делаем. К слову сказать, мы стали контролировать больше 60% рынка сейчас, за 3 года. Многое сделали для того, чтобы менять отделение. Это наша боль. Клиентский сервис – это наша боль. Мы еще не научились хорошо работать. По большому счету, только-только сейчас дожили, чтобы запустить первый пилот по Москве. Идите, посмотрите, есть ли у вас очень. В Москве в отделении я знаю, что нет. Потому что мы резко снизили. Это вот сейчас такое произошло. Мы сейчас будем делать то же самое по России. Для этого центральную систему запускаем. Запустить систему на 42 тысячи отделений тяжело. Особенно, когда ты меняешь принципиальные бизнес-процессы. Но интересно. Мы прошли плату. Сейчас надеемся до конца года сделать. Принципиально научились по-другому считать логистику. Мы можем в режиме онлайн посчитать, как из 42 тысячи отделений в 42 тысячи отделений, а еще и за границу, оптимально послать в посылку. К слову сказать, новые алгоритмы уже далеко не самые крутые компании. Мы смотрели весь мир. У Ораклова, Биэма, у других монстров хорошие есть движки, но уже далеко не самые лучшие. Выбрали тот случай, когда нам разрешил мистерство Нимки, не импортозамещением заниматься. Выбрали движок. Оказалось, когда я стал разбираться, чья математика, пермские математики написали этот движок. И за секунду он просчитывает всю логистику России с почтой. Централизованные учетные системы для всех, кто уже давно было решено. И все такое. Мы на один нас внедрились. Но важно, что принципиально нужно по-другому ERP-систему внедрять. Ровно с той самой идеологией, о которой уже говорилось, это идеология DataLay. Когда данные всех систем у тебя сыпятся в одно большое озеро данных, и оттуда ты уже начинаешь черпать информацию, создавать данные о своих кабинетах. Это новая система, которую мы сейчас для СНГ запускаем. Мы стали лидерами, кстати, в Всемирном почтовом союзе. Делаем пост-анцер в электронных переводах. ДЖКХ сейчас каждый из вас к концу года сможет, кроме Москвы, Москва через два года, сможет видеть каждую свою платежку в этой государственной системе. Мы операторы этой системы. Пришлось немножко поменять инфраструктуру. Много мы денег на это тратим, но в среднем уже не 10 лет дряхтный компьютер, который работает 78% времени, а остальное время мы клиента не обслуживаем. Мы поменяли железо сервера, абсолютно много корпоративной идеологии это делаем, и централизуем данные. Как я уже сказал, пока мы научились только петабайт данных в год добавлять. Везде каналы связи запускаем тоже непросто, но возможно. И выдали почтальонам мобильные устройства. До конца года их будет 25 тысяч. Завтра Дмитрий Страшнову еще объявит пару вещей на питерском форуме, что мы делаем с нашими почтальонами, почему их цифровизуем, почему человек, которому открывает каждый из нас почтальон, гораздо легче продавать любой сервис, не только улучшать письмо, когда он с тобой лично общается. Ну и курьерку оптимизирует тоже. Что впереди? Добьем отделение, будет хороший клиентский сервис с почтой. Будет. Не будет очередей. Не будет тех тысячи анекдотов. Другой мой любимый мультик «Зверополис», где, помните, ленивец почте в форме почты работает. Мы сделаем это. 25 тысяч почтальонов будут с вами общаться через гаджеты. Добьем сейчас тираж уже в нашем саптировочном центре, потому что нам нужно готовиться к упитерению. В 5 раз будет больше трафик посылок через 3 года. И создать экосистему для электронной коммерции. Если вы помните вот эти типы, где кто работает, почтят себя позиционировать именно в создании экосистемы. Нам нужны партнеры, которые умеют создавать цифровые сервисы. Мы не являемся агрегаторами. Мы не делаем площадки электронные, где продаем товары. Мы делаем экосистему. Должны быть хорошие финансы. К слову, почтобанк мы в прошлом году на 6 тысячах отделения запустили. Через 2 года, я надеюсь, мы ждем подъема с точки зрения розницы. По крайней мере, количество отделений. Не видишь, конечно, модная история в оффлайне уметь обслуживать. Но в онлайне мы тоже цифрой занимаемся, в банкинге. И все сервисы, которые сейчас нужны для электронной коммерции. Мы делаем open API, мы делаем открытые интерфейсы для того, чтобы вы с нами общались. Ну и трансформация внутренних бизнес-процессов. Без этого никуда. Почему мы только в этом году в Москву стали делать? Потому что не поменял бизнес-процессы, мы ничего не могли двинуться никуда. Тоже скоро анонсируем. Запустили пилок, поменял 9 тысяч клерков, людей, которые бумажку из одной, стопочки в другую, перекладывали на цифровые роботы. Скоро анонсируем. И это не так сложно, как кажется. Уже технологии созрели для этого, и это все нужно делать. Спасибо за внимание. Продолжение следует...